Детей на природе, где находят на колонии, где можно жить. Тем более, что у нас прошло несколько семинаров, о которых мы рассказали, что в мегаполисе 20% детей, которые рождаются, нет хитических отклонений. В принципе, 5 поколений хитического рождения. Поэтому молодежь не хочет жить постоянно в мегаполисе и участвовать в этом вивании генов. Поэтому они хотят как раз забывать природу. Здесь просто совпало. То есть, конечно, у нас есть, для того как он вообще пропагандирует третье место. То есть, где ты можешь жить, работать и отдыхать. Но в Москве это очень дорого. Во-первых, получается. Во-вторых, в самом деле, экологически очень плохо. В итоге мы взяли 64 гектара и решили сделать такой же креативный поселок, экоориентированный, но на природе. Значит, по своей сути, почему мы взяли такое название, как творческая комьюнити-деревня? На примере флакона мы поняли, что самое главное, что есть на флаконе, почему нравится, когда люди приходят туда, это сообщество. То объединение людей, которые обнимаются общими ценностями и которым интересно вместе жить и, самое главное, развиваться. Поэтому как раз творческая комьюнити, это сообщество, почему тоже взяли слово иностранное, потому что у комьюнити гораздо больше оттенка, чем у сообщества. В России сообщество, может, появилось в других терминах, в других смысловых нагрузках поближается. И дальше, почему деревня? Все мы помним по рассказам, какая была раньше деревня. То есть раньше деревня была, люди друг друга все знали. Не было заборов, ну, только какие, чтобы коровы там не зашли, не подавали огород. Но вот все друг друга знали, вместе отдыхали, ходили вместе на работе, вместе работали, косили там, ходили там, друг защищали. И вместе хотели детей. Вот те самые отношения, которые не было замков даже, вообще-то говоря, в деревнях. Вот те отношения, которые были, как и человеческие, добрые, из деревни, хотим перенести их в современные на нормальный уровень экологический, чтобы там были все коммуникации современные, от воды, электричества и так далее до интернета, чтобы мы могли дальше тоже так же развиваться. Как начали строиться? Как у нас там, сейчас мы дальше посмотрим. Вот у нас, кстати говоря, очень интересный тест такой. Кто что видит, смотри, мы видим наш генплан, где-то наш поселок. Существует тут два типа людей? Узорик. Да? Узорик. Ну, скажем так, уже ближе, да. Вот, у нас, когда по каждому людей оказалось два типа, одни видят два типа. Вот если повернуть ее, получается, как такой башмар, да, это люди там, обычно, не очень, потому что скидывают в дичку, видите, вот носик у нее, вот у меня там, в крышке, там, дичка, да, то есть, те, кто выжим, да, в реальной общественной природе, они видят по-другому совершенно даже такие вещи, как генплан. Как формировался генплан? Генплан формировался так, чтобы как можно больше было мест для, так сказать, общей жизни. Вот даже, смотрите, внутри, у нас, получается, тут три микрорайона, они разбиты по чередям. Внутри каждого микрорайона кварталы. И три каждого квартала, как называемые, дворы. То есть, получается, в микрорайоне, это получается, один микрорайон по 20 с лишним гектар, получается, вот квартал это 4-5 гектар, а двор это 1-1,5 гектара, где там он помещается, ну, при нашем среднем 10 сотках, получается 10, скажем так, людей. И все аккортирует на сообщество. Когда мы собирали экспертный совет, вот там были артисекторки, сняли, мы понесли все, выяснили, что для того, чтобы это было живо развивалось, необходимо, чтобы это был поселок-сообщество. Они должны были не антагонистические, они должны, по-моему, помогать, чтобы эта синергия работала. Поэтому как раз возникла эта идея, что приходит сообщество, которое может взять себе либо двор, и под себя его, вот этот гектар, поставить под себя. Либо может взять два двора там, либо вообще квартал полностью, и там, когда, так сказать, получается, под сообщество мы дополнительно поделяем так называемую внутреннюю инфраструктурную зону. Вот видите, у нас такие круглые, в каждом квартале такие круглые, так называемые, да, можно пойти. Вот такие круглые общие зоны, это называется, оказалось, тоже термин существует, мы это все придумали с нами, мы знали, что на самом деле есть такой кулдосак, тупиковый, так сказать, вариант, когда люди внутри у себя делают общий зон, и там реализуют какие-то свои интересные для себя объекты. Ну, например, там, может быть, каворкинг, когда, допустим, сообщество инноваторов хотелось сделать каворкинг, как раз внутри. Вот кто-то хочет сделать детский городок, кто-то что еще, вот, и там есть два варианта как раз реализации. Первый вариант, если, ну, как бы, создатели этого дарят, там, 5, 6, 10 гектар для сообщества, тогда, так сказать, этот внутренний, как раз, инфраструктура, она вписывается в инфраструктуру общую поселка, а если это, они хотят что-то делать под себя, тогда они просто покупают и делают под себя вариант. Но все равно, все, что-то там не делается, но все согласовывается вместе с экспертным советом. По сообществу. Как на флаконе, в деревне не будет людей с рынка просто. У нас есть так называемый там, он на флаконе называется, эф-контроль, вот, который сразу отсекает тех людей, которые не хотят вместе с нами развиваться. То есть, а какие основные минимальные, которые ведут контроль у нас, это так называемый эф-контроль, человек, который хочет жить в деревне, он должен хотеть сам развиваться и развивать других, и сам поселок. Вот это минимальные требования, которые мы предъявляем, которые будут дожить здесь. А чтобы люди быстрее познакомились, у нас, если посмотрим, то у нас получается, у нас 12 кварталов. Каждый квартал должен для всего поселка сделать обязательно одно мероприятие в год. А для чего это нужно? Потому что, когда они делают мероприятие, что-то интересное вместе, они сверху знакомятся между собой и получают такой же дружный такой квартал. А за год у нас, получается, мы постепенно знакомимся со всеми людьми, которые есть. Вот то, что мы тестировали и использовали на флаконе, мы будем точно так же использовать и здесь. Например, там, 30-метровый стол для общения. Это очень классно, мы пробуем на флаконе, когда люди вместе собираются на этом столе, а потом пересаживаются общаться и знакомы с другом, и там изначально все приходят именно на общение. Они знакомятся друг с другом, и потом появляются многие интересные проекты. Потому что большинство проектов, самых интересных, которые появляются, они на стыке разных отраслей. Тут дизайнер, здесь айтишник, здесь архитектор, и вместе они сделали очень классный проект. То же самое будет здесь. Это по, скажем так, это мы говорим по горизонтали, а если говорить по вертикали, то у нас первый, как раз полностью, микрорайон отдается под мастеровых. То есть это те, кто что-то делает своими руками. Ну, как у нас на флаконе есть хрустница, у нас есть и дерево-пработка, у нас есть керамика, и так далее, и так далее, и так далее. То же самое будет здесь. То есть это будет как раз квартал мастеровых, которые будут проводить воршопы, работать с людьми, устраивать там обучение, и так далее, и так далее, и так далее. Практика показала, что люди, которые занимаются в большей степени культурным трудом, им всегда хочется попробовать что-то сделать руками. Почему? Наверное, потому что, если там брать большинство творческих людей, у них процесс создания продукта длительный, а тут хочется что-то попробовать, и прям увидеть, что вот оно сделано. Например, там, коршок тот же самый, сделал там на гончарном круге. И вот эти результаты быстро достаточно. Поэтому они с удовольствием, хотя когда увидят что-то что-то такое есть, что-то такое сделает руками, то точно подтягиваются сюда. Вот второй микрорайончик, восьмиде второй квартал у нас получается. Вот это сообщество, которое не является мастеровыми, скажем так, и подтворческие сообщества. А дальше остальные микрорайоны, они под жилье, но, в принципе, тоже очень хотелось бы, чтобы там приходили сообщества. Понятно, что сейчас, как мы говорили, экоориентированные, у нас все, ну, молодежь однозначно, и, скажем так, и в нашем возрасте тоже очень экоориентированные люди. Поэтому у нас будет эко-кафе, у нас будет обязательно биовегетарий. Мы сейчас уже провели такое исследование. Есть там уже четыре разных интересных варианта биовегетарий. Один из них будет реализован в деревне и позволит четыре раза в год сливать урожай свежих овощей и ядов. То есть, в принципе, как бы, в деревне будет одним нормальным биовегетарием и будет закрыт полностью проблемы, которые есть. Наши партнеры по купленным домам, когда из Алтайи, будут привозить как раз алтайский мед, алтайские травы, тоже будет эко-кафе, который, кстати, скоро приступает, будет кубленный эко-кафе. Вот там будет какие-то трансферы происходить. Архитектура. Вот как раз 4К, так называемый, то, что характеризует деревню. Здесь получается, что понятно, что, в первую очередь, это сообщество. Сообщество, если говорить таким простым языком, смело играет в шалаше. То есть, даже, мы смотрим прямо на эко-поселение, если есть хорошее сообщество, даже проблемы, которые связаны с инфраструктурой, коммуникацией, им не мешают, они вместе себя развивают. Поэтому самое главное, как раз, в то самое сообщество, которое понимает, зачем оно живет на природе, что оно должно делать, что оно должно на самом деле, как оно должно развиваться. Вот это, конечно, первое. И на флагоне показалось, что такое сообщество достаточно легко, если правильно настроить коммуникации, дать людям возможность почувствовать себя свободнее и общаться с другим другом. Поэтому, как раз, одно из характеристик нашего поселка, что внешний забор у нас будет, а внутренний забор мы стараемся полностью отказаться. Ну, максимум, там, если у кого-то собака, такой большой забор, метр двадцать, метр сорок, и желательно, чтобы он был природный такой, чтобы, так сказать, ну, с животными им нужно вернуться такой физический, чтобы они почувствовали, что нельзя ходить там, что-то портить, такой, наверное, кроме сообщества, понятно, что это вот как раз, как мы говорим, это творчество, потому что творчество, на самом деле, если вы знаете, рубежные наши товарищи, они любят все измерять. И когда они тестировали, чтобы понять, какой человек является креативным, раком, не креативным, выяснилось, что реально отличие креативного человека от некреативного только одно. Креативный считает себя креативным, а не креативный считает себя не креативным и не пытается ничего делать. То есть любой человек является, в принципе, творческим по своей сути, потому что у нас он не таким создан. Поэтому нужно только просто помочь ему немножечко, чтобы поддержать его, и чтобы он, в принципе, разрезает какую-нибудь свою творческую составляющую так, что ему получится какой-нибудь классный-классный продукт. Поэтому как раз вот здесь очень важно, чтобы все элементы, которые там есть, они помогали, есть такой термин, знаете, не случайный стипл для творческого развития. То есть это влияет все, начиная от того, какие дома, какая архитектура, как организовано отношения, как организовано обучение, как развитие организовано. Это все заложено как раз изначально в концепцию развития. Да, понятно, что на Флаконе, когда мы начинали это делать, много ошибок было сделано именно с точки зрения коммуникации неправильной. Но потом, опять, вырученная технология, и оказалось, что на самом деле люди заинтересованы общаться. Есть проблема, что в социальной сети сейчас людей немножечко так, скажем, делают более одинокими на самом деле. А там легко общаются со всеми, а в реале они очень тяжело общаются. Поэтому нам приходилось просто собирать вот так людей, в том же там каворгинги, и прям просить. Вот ты встань, пожалуйста, представь себя, чем ты занимаешься, что у тебя проблемы, чем ты можешь будешь другим. Вот таким образом мы их знакомили. Потом они привыкли, и вот даже у нас получается, что в каворгинге создались две компании, одна, другая подносила. У них же 12 человек, им уже невыгодно в каворгинге сидеть, они должны уже идти в офисы. Но атмосфера, которая там есть, в которой творческая атмосфера, где там вывод помогает, им так нравится, что они до сих пор сидят в этом каворгинге 12 человек. Вот это очень важно. Потому что получается, да, ты, может быть, здесь все-таки потерял нематериально, но ты выигрыш потом. Потому что получается, когда мы общаемся друг с другом, мы рождаем новые идеи. Когда люди, пытаясь помочь другим, они увидят, что на самом деле это то, что они другим подсказывают, можно самим сделать у себя. У нас там, например, такое часто было, я думаю, что это будет тоже повторяться в Беремене, когда человеку, у него есть проблема. Например, там вот был конкретный пример, что у человека хороший сайт, огромную посещаемость, он не может ему интересировать, не знает как. Это называется «Наприд полян». Накрывается стол как раз, и когда за этим столом люди собираются, начинают ему советовать, оказалось, что треть людей, те, которые ему советовали, нашли кинетизацию для своих проектов. И это очень здорово понравилось, им это стало такой, так сказать, традиционной встречей. То есть вообще говоря, правильно помочь столкнуть людей и дать им возможность общаться с друг другом, показывать уникальные результаты. Ну, 64 гектара, вот такое поле, которое находится вокруг лес, и по краю у нас пруд, 8,5 гектара, который чистый, там можно купаться, там можно дать рыбу, немножко по селу, просто расскажу. Вот, пруд, он очень красивый, и большой, да? Это Можайский район, вот, 110 от полятов от Москвы. Вот, 347 участков получается, такой поселок какой-то, в среднем получается где-то 12 соток на человека. Ну, зависит от того, как люди, да, по-разному бывают, тому достаточно 6 соток, потому что он не собирается работать с землей, и ему достаточно просто, как бы, иметь присутствие, и, соответственно, получается, достаточно и минимальный дом построился, и минимальный все. Значит, по архитектуре нестандартно так, но у нас получается, что как раз архитектура, которая использует самый современный, вот то, что мы сделали опрос, там, 200 человек на флаконе, и то, что людям нравится. То есть на первом месте оказалось купленные дома. Это связано, наверное, с тем, что все-таки площадские люди, они хотят что-то нестандартное, потому что тот самый неслучайный стимул для отложки активности. Ну, плюс там, так сказать, с каждым купленным домом, ребята там могут к ним подойти, они расскажут, что с каждым купленным домом связана очень хорошая идеологическая подпитка, начиная там с энергетики, то есть заканчивая чисто экономическими причинами, что это гораздо на треть меньше получается материалов, и, соответственно, решимость дом строить. Ну, и если мы говорим про купленные дома, то есть существует по-разному типу, то есть первое, которое более, наверное, естественно, это специалистический купол, который состоит из таких другой ночи, и получается тоже, ну, а, типо такой ночи. Второе, это как раз вот такие вот, когда ребята с Алтая нам сделали, это из какой-то глины у Круса, то есть тоже фетерриарная, очень такая экологичная, очень динамичная, вот. Вот это из морских контейнеров, тут тоже своя есть именно эго-составляющая, потому что на создание вот этого контейнера требовалось очень много сделать вреда для нашей экологии, то есть выбрасывался там, люди там делились, выбрасывался газ и так далее, потом, если это бросать просто, контейнеры, то они дальше люди портят дальше нам экологию. Они превращаются в шикарные дома, вот, кстати, потом я покажу, у нас уже в известной группе сделаны с таких контейнеров, они очень тёплые, вот и очень удобные, и получается, что из них можно строить, так называемый, растущий дом. То есть сейчас у тебя нет денег, ты купил вот один там 40-футовый контейнер, это 25 метров квадратных, потом, кстати, не появились, ты пристроил второй, сбоку, потом сверху и так далее, так можно развиваться. Дом растёт вместе с тобой, с возможностями двоими. Вот это, так называемые, модульные дома, то есть это модули, которые готовятся на заводе, и они легко стыкуются, и их привозят на одной машине. То есть привезли на машине, получается, два дня это свайный фундамент, и один день их установился, остановится, готовый модульный дом. Он разный, там есть и Ваня Овчинников, наверное, многие знают, Ваня Овчинникова, дубль дом, который стоит там, вот, получается, от 27, по-моему, до 80 сейчас уже метров квадратных домов, который тоже может развиваться. И есть много других интересных вариантов, которые тебе тоже позволяют делать. Вот пример, который у нас, это въездная группа у нас сделана из двух морских контейнеров. То есть один, так сказать, с 40-футовый, это 25 метров квадратных, другой, 20-футовый. Там очень тепло и хорошо, то есть, в принципе, мы проверили уже всё. Вот в зиму, проверим, как вы, как зимой работаете. Первый дом, который мы купольный сделали, это как раз получать гидридический купол. Вот каркас, это уже как раз будет и клееный брус, то есть он может быть другая конструкция. Это дом уже побольше, вот, если он получается, это дом такой экспериментальный, он 200 метров квадратных, вместе с, ну, так, по утреным этажам. То есть все как раз купленные дома, которые имеют там диаметр больше, 8 и больше, они так создают второй этаж и обязательно должен быть второй свет. То есть как раз там, где гостиная кухня, там вот 8-метровые или там 6-метровые подолки, шикарные, в общем-то, это, конечно, очень здорово. Вот Алексей Шевшов, который, наверное, вы уже знаете, он здесь уже рассказывал, вот вместе с своей натуральной школой, как раз он сделали детский городок полностью из, ну, практически полностью из того, что есть прям природный. То есть они вот делали саманную как раз слева, там видите, вот, такую саманную беседку, то есть они куплили его из деревьев, которые там были, тут же, выкопали яму у нас там в Подмосковье с углинок, вот, мешали его с травой и сделали саманную, и получился вот такой симпатичный вот слева. Потом там же, видите, там, качели, вот игра, которая, сказать, обучает английский язык, как раз, да, Алексей, английский и плюс счет получается. То есть реально настольная игра перенесена в жизнь, и там вместо фишек ходят дети, то есть они ставят бенки, они проходят там, если попало туда, куда нужно вернуться, они вот, по специально, там, брюнок зашли с обратно, то есть полностью игра сделана вот такая интересная, очень прикольная. Самое интересное, что этот домик мы делали с Евгением Терешкиным, у которого тоже будет вот по саману выступление, там, следующее. Хорошо. Да, и тоже у нас стоит деревня, как раз вот Алексей Кишишев, наш первый реальный житель, который, скажем, как раз заселился вместе с детьми, устроил натуральную школу, и как раз как сели все летние месяца, там у нас были дети, и они там жили в лесу, в палатках, и, скажем, по всей нашей деревне купались в кругу, вот, происходил как раз обучение, и вместе с ними, они строили, как раз этот городок. И, вообще, так сказать, эта идея такая, что, в принципе, сразу сообщество дается тем, что взрослые вместе с детьми и должны как раз и строить этот поселок. Понятно, что, на самом деле, есть концепция, но очень важно понимать, что эта концепция и не есть дома. То есть если людям, которые, скажем, живут, большие жители, ну, что-то другое, так сказать, оно легко перестраивается. Самое главное, что здесь продуманная инфраструктура и, скажем, все правильно продуманные, так называемые транспортные потоки, чтобы люди не мешали друг другу. А почему, скажем, вопрос стоит, что не мешали, не мешали. Дело в том, что продукт стоит наш, чтобы правильно жить, разумно, да, мы это сделали из трех продуктов его. То есть первый продукт, который, скажем, к нам пришел не сразу, но потом мы поняли, что это без него жить нельзя. Любое сообщество, особенно творческое сообщество, вымирает, если нет притока свежих идей и свежих людей. То есть, получается, если мы знаем, там есть дачные поселки, которые были там художниками и так далее, то только они все равно вымирают, если там нет постоянного обновления. Поэтому мы сделали первый продукт, который арендный продукт. То есть люди могут приехать, арендовать на день, на месяц, домик с участком и поучаствовать в мероприятиях, которые будут постоянно проводиться. То есть будут внутренние мероприятия, будут внешние, как на флаконе, будут тебе гуру приглашаться, будут развлекательные, музыкальные и всякие прочие вещи. То есть там будет такая же активная жизнь, как в городе, и чуть не хуже. Второй продукт, он ближе уже именно к полноценному калидингу загородному, это долевое участие. То есть, получается, у кого-то нет денег, не хватает денег, у кого-то нет смысла покупать себе дом, если он не может физически там жить, потому что только треть людей может жить постоянно, связано с работой, то есть они могут удаленно работать полноценно. Остальные должны, допустим, ухажать деньги здесь. И последний продукт, это уже окончательный продукт такой, ты покупаешь себе дом и живешь там постоянно, либо удачным вариантом. Вот эти все три варианта, они как раз позволяют нам организовать постоянный бруток людей. Более того, это проект, мы думаем, чтобы быть сетевым, потому что уже сейчас есть запросы из других районов Москвы, потому что получается, что в Москве, если человек живет на одном конце Москвы, и ехать через всю Москву, и еще на столь планетах, очень тяжело. Поэтому в перспективе будет четыре по каждому краю света в Подмосковье, и сейчас уже идут запросы из других городов. И когда в этот вариант будет много таких деревень, которые как раз собираются от творческих людей, которые друг другу близки по духу, можно быть нужными, как раз, организовать этот обмен идеями и людьми по разным схемам. То есть как в кого органах мы делаем? Оставляем несколько мест, которые, так сказать, не занимаются никем, и они служат для того, чтобы люди приезжали из других городов, из других габоркингов, даже из других стран. И то же самое, как отходов, договаривается, они имеют такие же места у себя. В итоге циркуляция, обмена идеями. Вот это как раз все здесь вытрализовано. Что сейчас есть с точки зрения коммуникации. То есть есть электричество, которое задано по всему поселку. У нас мы получили лицензию на водопользование. У нас две артезианские скважины, 120-метровые. И стоит станция вверх подвину, то есть вода уже у нас есть тоже. Сейчас здесь у нас идет, значит, зимний провод копается, и делаются дороги. То есть получается, что уже в следующей весной уже начнется такая активная жизнь. К тому времени у нас будет 4 только кукольных дома, получается. И еще будут контейнеры, и уже получается, уже первый сообщество, чтобы реально работать. Но даже независимо от того, что там еще пока нет этих домов, все равно там будут проводятся мероприятия стандартные, как это бывает. То есть для этого будут браться палатки, для этого будут формироваться всякие другие условия. Очень заинтересованность сообщества, потому что сообществом мы готовы дать очень выгодные условия с точки зрения появления у нас там и жизни у нас. И у нас есть разные варианты с ним сотрудничества. Вот аренды с последующим выкупом, то есть всякие варианты, что, допустим, если сейчас есть проблема там сразу выкупить и что-то строить, то можно будет просто взять землю в аренду, начать строить, потом дальше, когда же появится землю и выкупить. Здесь варианты разные, но самое главное, что это будет тот самый центр протяжения, в котором люди будут понимать, как они развиваются, куда они будут двигаться и, соответственно, как они будут жить. Но если есть вопросы, быстро не готов ответить на вопросы. И гостя всех приглашаю, конечно, с удовольствием. Один вопрос. Понятно, прекрасный проект. Кто готов приехать в деревню? Да, всех в деревню приглашает. Вода, озеро по площади, сколько примерно? Восемь с половиной гектар. Восемь с половиной гектар. Хорошо, достаточно. И у нас будет маленький будиль, свой, собственно, так называемый. Вот это как раз наш большой будиль. Там, я помню, был на берегу пляж, да, запланирован, и лодки. Да, да, конечно. Там будет очень много. У нас получается, если сейчас 4 гектар, 8 с половиной гектар только под общественную зону, под мероприятие. Там будет фестивальная площадка, там будет детская, спортивная площадки. Вот там будет у нас многоцентр, в котором будет и детский центр, где можно аналог детского... В футбольное поле сейчас можно уже приезжать. Вот сейчас, когда делаем горбику зону, где можно, сразу играл в футбол, шишечки пожарили, мы вместе пообщались. Уже к футболу уже можно к нему, по крайней мере, в них холодно добраться, или в юзную группу у нас получается два уровня. То есть сейчас это можно. Хорошо, да, еще один вопрос. Какое юридичное количество? Это сельхоз под дачное строительство. Это дача. В принципе, я делал второе вопрос. Трой энергии, да? Да, и печь уже есть. То есть первый 250 кВт мы уже запустили, и еще будет дважды 250 кВт. И возможность газа, подключения... Да, мы будете техническим условием на газ, в течение двух лет мы должны сходить техническое условие исполнить по газу. Но вообще у нас много партнеров, которые предлагают нам альтернативные варианты, начиная от отопления такого топливного или комбинированных подкотлов, и заканчивая тем самыми тепловыми насосами, геодермальным насосами. Сейчас вариантов очень много, единственное, в реале нужно читать четко экономику. А самое главное другое, что когда говорят, что это классно и экологично, второе возникает вопрос, а как они будут дальше утилизироваться? То есть те же самые, допустим, мы говорим о солнечных батареях, они классно, конечно, да, в принципе, здорово помогают, но дальше они должны утилизироваться, куда их дальше девать? Вот такие, когда мы рассматриваем эти эго-варианты, мы смотрим, а как дальше? То есть здесь цикл, а жизненный цикл и чем закончится? То есть получается, что тут дезинфицированные быстро нет. И интернет высокоскоростной. Да, да, мегафон нам, так сказать, ставит радиолейку, 300 мегамитет больше может давать, у нас прямо где-то находится мегафонская вышка, и прямо получается, да, ставит нам радиолейку разносит. Хорошо, спасибо. Аплодисменты для Александрова, все вопросы дальше начинают. Благодарю. Приезжаем к серверу. Друзья, смотрите, у нас, поскольку последний день,